Курск Сити. 20 лет работаем для вас. В праздник Святой Пасхи мы несем добро в каждую семью. Пекарни Добропек. Добрые куличи и творожные Пасхи к вашему столу. Региональный этап конкурса «Воспитатель года 2021» сегодня стартовал в Курском институте развития образования. Он проводится в 11 раз, будет проводиться. И присутствуют участники, победители муниципальных этапов конкурса. Конечно, учитывая сложную ситуацию, этот этап проводился, скажем так, заочно. То есть, как всегда, в режиме просмотра контент-материала, который прислали участники. Но вот сейчас мы, опять же, с соблюдением всех санитарных мер будем проводить его уже в очном формате. Но воспитатели и все работники дошкольных образовательных организаций – люди особенные. Они все делают с воодушевлением. Поэтому и муниципальные этапы конкурса, и я убеждена, региональный этап конкурса точно так же пройдет на особой волне. Конкурс нацелен на демонстрацию передового педагогического опыта воспитателей, популяризацию данной профессии, призыв большей господдержки дошкольного образования. Сегодня пройдет первое испытание очного тура «Педагогическая находка». По своему названию, по-моему, ясно, наши воспитатели продемонстрируют все самое лучшее, что они нашли в своей профессиональной практике. Заявилось 26 человек. И это, в общем-то, хорошо, потому что мы не наблюдаем снижения. Конечно, нам бы хотелось, чтобы каждое муниципальное образование представило своего конкурсанта. Но мы очень рады активности тех педагогов, которые сегодня приехали к нам. Вооружаясь словами педагогов дошкольного образования «Мы все живем в стране тысяч почему» и дать сразу ответы на них не всегда получается, действительно к малышам нужен свой определенный подход при подготовке их к дальнейшим школьным будням. Даже если кажется, что тематика обсуждения для куда более взрослой аудитории, например, финансы. Но и тут нашлись умельцы разъяснить юным курянам, что же такое денежный оборот и так далее. Сегодня я представлю на суть жюри свою педагогическую находку по теме финансовой грамотности, развития финансовой грамотности дошкольников. Я предлагаю детям на простом примере назвать места, где можно хранить деньги. И естественно у каждого ребенка первое – это копилка, на втором месте кошелек. Ну а дальше уже по развитию той или иной игровой ситуации дети приходят к выводу, что кроме кошелька и копилки это может быть сейф, а также банковская ячейка. И такие педагогические методики по праву признаются лучшими. Именно эта тема им дала прорыв, победу в городском конкурсе. Призеры конкурса получат ценные подарки, в том числе турпутевку, грамоты и возможность представлять Курский регион на финальном этапе в Краснодаре. Курск Сити. 20 лет работаем для вас.